Сегодня новая школа работает с более чем полной нагрузкой. Рассчитанная на 930 учеников учебное заведение 1 сентября приняло 1033 школьника. Здесь сформировалась самая большая кафедра начальной школы – 21 класс. Только первых классов открыто 8. Первоклашек в новую школу пришло 190. Это почти в 2,5 раза больше, чем планировалось. Еще 23 класса – среднее и старшее звено с 5 по 10. Ученики, кроме тех, кто первый раз в первый класс, пришли из разных школ города, поэтому перед учителями стоит еще одна задача – создать сплоченные классные коллективы. Что же касается детей, то они быстро сдружились и весьма довольны новыми условиями. Сама школа располагает в хорошей учебе, говорят ученики. Здесь дизайн более красивее, здесь учителя добрее, с ними можно хорошо поговорить, они поймут, если что-то непонятно, объяснят. Холл, можно где посидеть, много лавочек, хорошие учителя. Если кто-то что-то тему не понял, можно к ним подойти после урока, они повторят хоть раз, хоть два, хоть десять. Тут очень много чего, тут, в принципе, просторнее намного, чем было в той школе. Тут прям все так интересно. Тут очень много пуфиков, потому что в других школах я такого еще не видела, на самом деле. Дизайн тоже обалденный, мне прям очень нравится. Стенки разрисованы красиво, все в тему, ничего лишнего, мне кажется. Сама планировка школы классная, прикольная, мне тоже красота вообще. Тренажерный зал, это тоже отлично, это очень хорошо. Вообще из-за дизайна школы есть мотивация учиться, есть, вот когда заходишь в кабинет, просторно так, есть просто мотивация отвечать на уроках, делать домашние задания и просто приходить в эту школу каждый день. Просторные холлы, где свободно даже на переменках, оснащенные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, трудового обучения. Безбарьерная среда для детей с особенностями развития здоровья, которые учатся в двух интегрированных классах. Сейчас уже можно оценить функциональность и удобство проектных решений школы. В блоке А, который объединяет три корпуса, сконцентрирован учебный процесс. В примыкающем блоке Б с отдельным выходом работает 25-метровый бассейн на четыре дорожки, одна из которых глубиной в 90 сантиметров предназначена для малышей. Там же находятся два спортивных и тренажерные залы. В игровом зале мы можем проводить как футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. И на третьем этаже у нас есть еще один зал, это гимнастический зал. Там устанавливаются на снаряды для занятий гимнастикой. На этих снарядах занимаются больше старшие дети. Также они очень легко снимаются, вносятся в снарядную. И там занимаются малыши, там маты специальные влаживаются на зале, чтобы детям было удобно, комфортно. И занимаются. Также у нас на базе школы присутствует тренажерный зал, находится на четвертом этаже. Много тренажеров и беговых дорожек, и велосипеды, разные тренажеры. Есть многофункциональные тренажеры, однофункциональные тренажеры для больших групп мышц. На школьном стадионе несколько беговых дорожек. Футбольная площадка с искусственным покрытием, площадки для волейбола, баскетбола и настольного тенниса, а также воркаут-зона. Причем предназначено это все не только для учеников школы. По окончании учебного процесса спортивная инфраструктура доступна всем желающим – и детям, и взрослым. Отличает новую школу и самый молодой педагогический коллектив, который рад принять в свои ряды новых учителей. Учебный процесс организован. Конечно, больше, чем на одну ставку работают педагоги, но никаких проблем. То есть все уроки ведутся, все дети получают те знания, которые положены по учебной программе. Но все равно мы будем стараться привлекать к нам новых педагогов. У нас в этом году 13 молодых педагогов пришли к нам из высших учебных заведений и средних учебных заведений, из колледжей педагогических. Достаточно активные, творческие люди. Поэтому я думаю, что новая школа, молодое дыхание нам, конечно, необходима. Поэтому будем рады видеть молодых педагогов и педагогов со стажем. Потому что все равно у каждого молодого педагога должен быть тоже свой учитель. Каждую перемену, возвещает о которой автоматический школьный звонок, местом коллективного сбора становится столовая. За раз здесь кормят больше 300 человек. Оснащение на кухне современное, под стать школе. Поэтому и блюда получаются вкусные. Кормят курицей с рисом и помидорами. Ну, в принципе, очень вкусно. Рис, рыба и компот. Все вкусно. У нас разнообразное меню. Каждый день у нас разное колбаса, мясо, рыба, салаты разные, напитки, кисель, чай. У нас все имеется, все прибытие. Но комфортно работать. Три недели идет учебный процесс в новой 15-й школе. За это время ученики уже успели познакомиться и подружиться. Учителя освоятся на новом рабочем месте. Администрация – создать условия для качественной работы и учебы. Сейчас главная задача – сформировать сплоченный коллектив учеников, родителей, учителей. Взаимная помощь, поддержка и уважение помогут достичь высоких результатов, уверена директор школы Наталья Шрамко.